Савиньоновский береговой комплекс А уже через несколько секунд этот пляж будет выглядеть вот так Страх, паника, крики и то, как взрослые спасают детей уже позади Причиной всему этому стала на первый взгляд небольшая волна Но и она смогла в считанные доли секунды вырасти в почти трехметровое цунами Которое смело на своем пути все Людей, вещи, шезлонги, зонты и даже инженерные коммуникации Доказательством тому служит видео, снятое очевидцем на мобильный телефон Сразу же после случившегося А вот на этих кадрах, которые успел снять уже наш оператор, хорошо видно Как волна, которая поднялась словно из ниоткуда, сбивает с ног женщину с ребенком Затем уносит шезлонги, легко поднимая их вверх Это были последние кадры Затем камера телеканала «Савиньон» ушла под воду К счастью, сам оператор не пострадал Только вот журналистке нашего телеканала повезло меньше Ну, паника, конечно... Я была с ребенком, поэтому в первую очередь, конечно, за своего ребенка Что с ним? Где он? Потому что так ударило нас об забор И вот как бы в какое-то мгновение вообще не понимаешь, ты живой еще или нет Когда я его увидела, что он живой и карабкается, я успокоилась А вот этого ребенка в самый пик стихии сначала охватили страх и громкий плач Но уже спустя несколько часов он отнесся к тому, что произошло совсем по-детски Как к приключению Сначала люди начали кричать И я посмотрел на море И там оказалось, что шла какая-то волна И я быстро побежал к забору И она начала приближаться, приближаться И ударила меня об забор Ну, скажи, ну тебе страшно было? Нет, весело Свидетелем стихии стал и гость из Киева Его семья первой приняла удар волны Их шезлонги в тот момент находились у самой кромки воды Очень сильно отошло море Я еще жене сказал, смотри, море ушло, что-то тут не то И потом увидел, волна идет Начал бежать к берегу, но не успел Уже накрыла мне волну и занесло сюда, до поропета Ну и дальше уже что случилось, то случилось Все уже дальше видели несчастье У меня два метра роста и у меня накрыло вообще Вот я вынесло мне вот на этот, этот самый На зонтик На зонтик этот вынесла волна Как оказалось, стихия в это время коснулась и других пляжей Одессы и Ильичевска Вот кадры камеры видеонаблюдения одного из Ильичевских пляжей Обратите внимание, что море как будто бы выходит из берегов И стремительно затапливает побережье Люди спасаются как могут А это еще одно видео тоже с камер наблюдения Но уже другого пляжа Здесь хорошо видно волну, которая стремительно растет Быстро надвигаясь к берегу Тут люди заранее отреагировали и приняли меры по спасению Но вернемся в Савиньон, где нужно отдать должное сотрудникам берегового комплекса «Восход» Во время стихии молодые ребята спасали детей А после, ныряя на дно, искали ценные вещи отдыхающих Знаете, что приятно, что действительно начали бросаться все спасать детей Чужих, своих, ну не бывает чужих В таких ситуациях чужих детей не бывает Потом начали помогать друг другу собирать имущество Все-таки в большинстве своем люди отзывчивые И вот в таких ситуациях они сплачиваются И помогают друг другу Работают водолазы, очищают дно от всех обломков И там находят вещи, которые по уносил Люди приходят сюда, звонят Что-то возвращаем Но, конечно, такие вещи, как мобильные телефоны Это уже все не подлежит восстановлению Оно не работает Пострадал и сам управляющий береговым комплексом «Восход» Владимир Спивок Который в тот момент тоже находился в эпицентре стихии Ну, это, можно сказать, называть его мини-цунами Без человеческих жертв Потому что много людей было на пляже в это время Ну, дело не в том, что много людей Это было много Было очень много детей Которых начало уносить волной Говорят, что эпицентр был где-то напротив именно Черноморки Потому что, во-первых, зацепило Черноморку нас и Ильичовск То есть направление волны было в сторону юга Оттуда, от Черноморки Как бы по непроверенным данным кто-то наблюдал там какую-то воронку в начале даже Не исключено, что после такого происшествия на восстановление берегового комплекса Потребуется немало времени Но управляющий пообещал, что пляж будет функционировать уже на следующий день Ущерб, конечно, колоссальный Потому что побито до сотни, наверное, шезлонгов Разломаны и инфраструктура кое-какая Потому что и трубы порвало водопроводные Сейчас мы это все быстренько восстанавливаем Вот руководством принято решение Срочно закупить необходимое количество инвентаря Хозяйство мы восстановим И причем в кратчайшие сроки Я думаю, что завтра пляж будет уже функционировать Объяснений тому, что произошло в тот день на одесских пляжах Пока дать невозможно Но есть некоторые предположения Такое бывает только от землетрясения В море может быть и все Больше от чего, но не знаю даже от чего Но может такое еще быть Может быть какой-то мощный взрыв подводный Произошел Это природный фактор? Это тяжело сказать, природный фактор или нет Может быть это какая-то мощнейшая авиабомба Еще времен войны А может быть еще что-то другое Пока, как говорится, никаких данных нет Я думаю, что соответствующие службы Внесут ясность в этот вопрос Сегодня список догадок можно продолжать Некоторые утверждают, что причиной такой волны Мог оказаться искусственно созданный взрыв на дне моря Или проплывающее неподалеку от берега большегрузное судно Есть и природное объяснение всему этому Ведь известно, что Черное море – единственное море в мире Насыщенное огромным количеством сероводорода Именно это вещество в виде газа Могло в тот момент выплеснуть наружу из-под воды И вызвать мини-цунами Однако это все предположения А причина случившегося на Одесском побережье Пока остается необъяснимой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова